Уху! Хаюшки, ребятушки! Меня зовут Ян Райнц, и мы с вами начинаем проходить игрулю под названием Firewatch. Давайте выберем первый слот для записи и посмотрим, чем нас с вами здесь будут удивлять. Что же в этой игруле будет такого интересного? Болдер, штат Колорадо, 1975 год. Ты видишь Джулию? Нет! Увы, но нет! Я не вижу Джулию! Где она? Джулия, где ты? Покажись мне! Она примерно твоего возраста, ближе к 30. Смеется в компании хорошо одетых профессоров и аспирантов из соседнего университета. Ты, Генри, пришел выпить со своими друзьями. Ты подходишь к ней. Ты пьян? Давайте не будем предпринимать таких глупых действий и будем мыслить как нормальный, логический, адекватный... Адекватный человек, давай! Так, какая у тебя, ну, специализация? Ты еле произносишь слово специализация и от него пахнет пивом курс. Ты неловко улыбаешься. Эволюционная биология, отвечает она, и я преподаватель. Клево, отвечаешь ты. А какая у тебя? Спрашивает она. И втягивает носом воздух, то есть это, грубо говоря, выглядит вот так. А какая у тебя? Токсикология. Это был подкол? Спрашиваешь ты. Она говорит, что да, именно. Боясь, что задело твои чувства, она спрашивает, не хочешь ли ты разделить с ней чизбургер. Недели спустя вы уже вместе. Нормально так затроллила его, да? Какая у тебя специализация? И рукой так, оп, порошочком. Чтобы использовать объекты, нажмите LKM. Здорово. Рюкзак. Забираем. Классный, классный саундтрек, мне нравится. Все это дело замечательно, круто звучит. О, пикапчик. Винал мастер пикапа. Ха-ха, давай садимся в грузовичок. Так сказать, пикап мастер. Вы встречаетесь больше года. Она сводит тебя с ума. Это здорово. Ты приезжаешь к ней. Вы живете в квартире рядом с университетом с видом на горы. Вы пьете пиво на террасе. Вы пьете пиво практически везде. Жизнь прекрасна, алкаши. У-ху. Джулия хочет завести собаку. Есть взъерошенный, крошечный бигль. Джулия в него влюбилась. Она хочет брать его с собой на работу. И еще есть устрашающая немецкая овчарка с добрыми глазами. Ничего плохого не может случиться с Джулией, пока она будет гулять с этим псом. Он крутой. То есть, чуешь, да? Ей нравится маленький, крошечный, взъерошенный такой чмошный песик. А нам с тобой нравится четкий, крутой немецкий доги. Такой джермальный доги. Ов-ов такой. Но раз она будет с ним в безопасности, мы пойдем на своем поводу, конечно же. Мы забираем с тобой овчарку и называем ее Мэйхэм. Мэйхэм – отличный пес. Он обожает играть с вами в парке и сопровождает Джулию во время ее пробежек. И хотя он слишком большой, чтобы брать его в университет, Джулия его все равно любит. Мэйхэм – друг, ребенок и домашнее животное одновременно. 1979 год. Вы разговариваете на террасе. Лето. Девять тридцать вечера. Но жар все еще долетает со стороны пустыни. «Что ты думаешь о детях?» Спрашивает она. Дети? Они не очень умные и ненамного годятся. Я о том, чтобы нам завести несколько пару маленьких дурачков. Так, когда-нибудь, зачем спешить? Она отворачивается, глядя на горы. «У нас ведь еще много времени, так?» «Говорю тебе за себя, мистер. Я черт знает, кто здесь по ролям, короче, ладно, будем без ролей так. Не волнуйся, успокаиваешь ты ее. Ты говоришь ей, что у нее тело студентки. «Моим яичникам забыли это передать», смеется она. «Вот это шутки! Когда-нибудь хорошо!» «Окей. «Хорошо, когда-нибудь», отвечает она. «Полгода спустя вы обручились, лежа в постели воскресенным утром. Здорово. Прикольная, классная рисовочка, мне прям доставляет. Это дело очень здорово и классно. Хорошо, а что тут? Ааа, так, можем что-нибудь почитать, изучить? Нет, можем только проследовать по дороге. Ладушки, давай проследуем, почему, собственно, нет. Так, ааа, я не успел посмотреть. «1980 год. Вчера? Четвертого. А, вечер... Твою мать. Пардон. Вечер четверга, и Джулия опаздывает на 4 часа. Она не звонит. Ты волнуешься и с каждой минутой все больше сердишься. Она возвращается, когда ты уже лег. Она не то, чтобы пьяна, но явно хорошо провела время. Вы ссоритесь, когда она ложится под одеяло. Ну, мы злимся, правильно? Мы же с тобой агрессивны. Ха-ха. Давай, мы злимся. Ух ты, собака. Ты называешь ее бесчувственной сволочью. Она говорит тебе идти нахрен. И советует перестать быть таким детем. Ты называешь ее эгоисткой и посылаешь к чертям собачьим. Выставляешь за дверь и даешь ей пинка по джопу. Здесь вот это, видимо, забыли добавить. Она знает, что ты говоришь всерьез, и это ее ранит. Ну, ха. Она тоже нас оскорбила. Она 1981 год. Джулия все еще любит рисовать. Она рисует растения из своих исследований. Рисует все места, где вы бываете. Рисует тебя. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот это мне нравится. Ты играешь мускулами, как Химен. Химен, сила у меня. Уху. Ты выглядишь восхитительно. Спасибо, спасибо. Хоть кто-то мне это сказал. Тем временем мы с тобой продолжаем куда-то красться. Ну, по крайней мере, мы с тобой имеем хоть какую-то осязаемую плоть. Это уже плюс для нас с тобой будет. Ну, ладушки, пойдем, пойдем. Замечательная природа. Все это хорошо. Вышка. Две тропы. Еще 13 километров пути. Ну, 13 километров это... Я тебе скажу, конечно, дело... Не близко, не близко. Пешедралом 13 километров. Да ты рисковый парень. 1982 год. Летними вечерами ты, Джулия, любите гулять с Мейхемом. В городе фестиваль. На него съезжаются люди издалека. Один из них пытается напасть на вас ножом. Вот паскуда. Мейхем убегает. Замечательная овчарка, в которой мы будем в безопасности. Классно, супер. Первая же строчка. Мейхем убегает. Классно. Мэй, ми, му, чё, пе, пё, пёс, кричит Джулия. В стрессе она путается и ей трудно подбирать слова. Ты даешь отпор нападавшему. Так по роже мы ему даем. Чё это? Пахали прям надавали. Ты порезал руку, но хорошенько избил этого парня. Ты не чувствуешь себя крутым. Ты плачешь, пока не приехала полиция. Спасибо, Игора. Ты сделала из нас настоящего мужественного брутала. Химена, который плачет. Джулия просит с этого дня выбирать другой путь для прогулок. Ты согласен. Тебе тоже не нравится этот путь. С тех пор вы гуляете у реки. 1984. Планы завестить идей откладываются из-за работы. Джулии предлагают работу в Йельском университете. Йель в Коннектикуте за 3000 километров. Это отличная работа. Заместитель заведующего кафедра. И она хочет переехать. Ты точно не хочешь. Ты спрашиваешь, согласна ли она ездить туда-обратно. Ты не хочешь переезжать в Коннектикут. Она говорит, что это будет тяжело, но она согласна. Ты советуешь ей не отказываться от такой возможности, если это то, чего она хочет. Она соглашается. Она летает в Болдер три раза в семестр. 1985. Джулию отправляют домой из Йеля в оплачиваемый отпуск после того, как с ней случился эпизод. Она сорвалась на коллегу за то, что тот взял у нее книги, которые были важны для ее исследований. Она не понимала, что за два дня до этого сама с радостью их одолжила. Ее нашли плачущей на лестнице. Так. Так, так, так. Давай, ты говоришь, что вам стоит проконсультироваться с кем-то по этому поводу. Вы обращаетесь к нескольким врачам. После большого количества обследований они опасаются, что у Джулии может быть ранение демен... Деменция. Ей 41. Вы оба решаете пока держать это в секреции. Замечательно. Хорошие у нас с тобой секреты. Мы с тобой, видимо, ночуем. Остановились на привал, потому что 13 километров пишет Ралам. Это... Ху-ху-ху. Это ни хрена не круто. Замечательная штука. Химен, я понял. Игра под нас подстраивается под наши выборы. Под наши с тобой варианты ответов. Замечательно. Мэйхэм стареет. У него сидит шерсть на спине, и вечерами он не так быстро бегает. Вы с Джулией гуляете, с ним к бару, чтобы повидаться с друзьями, и кажется, будто бы ничего не изменилось. Джулия возвращается в университет. 1987 год. Состояние Джулии ухудшается. Она забывает вещи по своему предмету. Ее научная работа в полном хаосе. Она уезжает на своей машине в другой город, без каких-либо причин. И ее возвращает полиция. Она раздавлена. Ее отправляют домой на постоянный больничный. Иногда это Джулия, которая называет тебя дубиной, а ваших нерожденных детей маленькими дурачками. А иногда это полный незнакомец. Она тянет тебя в кровати, чтобы заняться любовью. Через пять минут у нее приступ паники. Ей кажется, что ее отец стоит у порога. Ты говоришь ее семье. Они раздавлены и начинают регулярно приезжать из Австралии, чтобы навестить ее. Какое-то время твои друзья заходят с приятными мелочами, чтобы скрасить день. Ей становится хуже. Ты проводишь дни, следуя за Джулией по дому. Ты считаешь секунды между визитами Дэниела, медбрата, два раза в неделю. Он предлагает перевезти Джулию куда-то еще, куда-то, где они будут заботиться 24 часа в сутки. В интернат. Ты перевариваешь это несколько месяцев. Ну да, раз ей хреново, давайте. Почему нет? Перевезем. Так, а куда? Сюда, наверное, да? Дальше двигаемся. Наш с тобой 13-километровый забег продолжается активно. Будем надеяться, мы дойдем, справимся. Березки, ву-ху, классненько все это дело. Замечательно, осторожно, осторожно, не упади, дружище. Хорошо. Эй, стой! Подожди меня, олень! Ты бы мне дорогу показал. Ее семья соглашается с твоим решением. Ты находишь чудесный интернат в Болдере и перевозишь ее туда. Ты навещаешь ее каждый день, затем через день. Ты ходишь в бар со старыми друзьями, но все изменилось. У тебя чувство, что каждая жена говорит своему мужу, если ты сдашь меня в интернат, как Генри, я тебе яйца отрежу. Постепенно ты решаешь реже видеться со старыми друзьями. Сестра Джулии, Сюзан, переживая, переезжает в Болдер, чтобы быть рядом с ней. Она навещает ее каждый день, иногда ты приходишь с ней. Сюзан покупает тебе старую печатную машинку и настаивает, чтобы ты ее использовал, раз не хочешь идти к психотерапевту. Ты не пойдешь. Сюзан, тебе всегда нравилось. Проходят месяцы. Умирает Мэйхем. Джулия не может его вспомнить, когда ты говоришь о нем. Иногда у нее уходит минута на то, чтобы вспомнить, кто ты. В глубине души ты думаешь, это потому, что ты навещаешь ее все меньше и меньше. А чем меньше ты навещаешь, тем больше она забывает. Тебе так кажется. Приближается лето и ты видишь в газете объявление о приеме на работу. Ты соглашаешься. Так, а наш путь с тобой продолжается. Взойти на вышку. Хорошо? Ладушки, это дело мы с тобой сделаем. Дело мы это устроим сейчас. Хотя, знаете, я предлагаю... Давайте, ребятушки, мы здесь с вами сделаем небольшой перерывчик. И будем восходить на эту вышку уже в следующей серии. Так сказать, самое интересное нас ждет только впереди. Все только начинается. Спасибо, что смотрели. И если вам нравится, то не забываем оставлять комментарии под видео, ставить большущие пальцы вверх и, конечно же, подписываться на канал. Всего хорошего, друзья мои. Пока-пока.